Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила сделать такой чайный влог. Я налила себе чаёчек. Я хочу с вами поговорить, я хочу вам показать... Ну, вообще, знаете, на самом деле у меня несколько таких тем, которые мне хотелось затронуть, но за счёт того, что сейчас жутко разбитые дороги, я не могу снимать автовлоги, потому что дороги это ужас. Наверное, вы заметили, что я сейчас такой лёвушка, я снимала видео, где я показала новый свой гаджет, такой мини-обзор, у меня светлые пряди, но об этом уже не в этом видео, а именно в том. Давайте, наверное, мы с вами сначала... Я должна что-нибудь вкусненькое скушать. И у меня дело в том, что я всегда смотрела с некоторым таким энтузиазмом у других блогеров, когда они показывали Royal Forest, когда им высылали на обзор. Если честно, мне хотелось тоже. И я очень обрадовалась, когда мне предложили сделать заказ, выбрать, что я хочу попробовать, потому что кто следит за мной, знает, что на iHerb на том же я постоянно беру какие-то вкусняшки. И когда можно заказать что-то в России, я знаю большинство людей, кто боится заказывать из-за границы, и можно заказать, то это здорово. И у меня вот такая вот здесь посылочка. Я ее заказала курьерской службой SD, когда она мне пришла. И на самом деле мне просто не терпится ее распаковать. Я только сейчас все тут отрезала. И одной из тем, которые я сегодня хочу обсудить, это просто зловещее наше с вами похудание. Все мы хотим похудеть, все мы хотим выглядеть красиво, но при этом, честно говоря, ну вот лично я делаю слишком мало. Вот прям слишком мало. То, что, конечно, все здорово, что сейчас я вам покажу всякие вкусняшки, попробую вместе с вами, но, к сожалению, вы знаете, я постоянно нахожусь в той стадии, когда пытаюсь похудеть. При том, что я хожу в тренажерный зал, я не могу сказать, что я хожу прям очень стабильно, но я стараюсь, то есть в месяц, ну, минимум 9 раз я там бываю. Это немного, мне через день, конечно, но, тем не менее, 9 раз это прям вот стабильно. Я периодически слежу за своим питанием. Что значит периодически? Две недели я могу не кушать даже там какие-то протеины или там шоколад натуральный, еще что-то. То есть абсолютно все без сладкого, без ничего, строго чего-то придерживаюсь. Потом я могу скушать все подряд, налечь на это на все, и у меня это честно замкнутый круг. То есть я не могу взять себя в руки и сказать, ты сидишь только на правильном питании. Я могу неделю посидеть, две посидеть, ну, три посидеть. Потом я срываюсь, потом я набираю еще больше. И на протяжении, наверное, уже последних, ну, двух лет, ну, полтора года точно, я стабильно нахожусь в весе 69-70. Это, да, у меня рост метр семьдесят, но это большой вес, это тяжелый вес, это то, что мне не нравится. Я даже вот, естественно, когда монтирую видео, я стараюсь не смотреть на себя. Я не могу не снимать видео, потому что я это очень люблю. Но то, что я вижу на экране, мне не нравится, потому что абсолютно два разных человека, когда я худая и когда я полная. Ладно, давайте сейчас мы что-нибудь скушаем и поговорим дальше. Вообще покажу, что у меня есть. Я взяла себе, вот я не помню, как правильно, урбич или урбеч. Вообще это должно быть мне стыдно, потому что это стали делать в Дагестане впервые когда-то, так как все-таки у меня мама чистая лесгинка, должна была бы я знать, как это произносится. Семена кунжута, то есть это перетертое все, каким образом это готовится. Способ применения, семена кунжута белого, 31 января 2018 года изготовлено. Можно намазать небольшое количество на тост, печенье или хлебец. Здесь расписано, сколько углеводов, ну все подробно прям расписано. И, соответственно, здесь семена конопли. Честно, я просто очень-очень давно хотела попробовать именно семена конопли. И за границей, если честно, я такое заказывать боюсь. Ну мало ли чего, еще скажут какая-то, знаете, там, наркоманка, кто его знает. И семена льна. Вот это мы с вами попробуем. Потом есть нечто интересное, что я не думала, что будет таким маленьким. В общем, это вот такая милотан. Изготовлена 24 декабря и 13 декабря. Чококес. Какао тертое, масло какао и виноградный пикмес. Надеюсь, я все говорю правильно. И хэштег живи без сахара. И здесь финиковый пикмес. Ну, в общем, сейчас попробуем. И также я взяла вместо обычной, я всегда беру сироп агавы, а это я взяла финиковый пикмес. И здесь 250 грамм. Гранола. Гранола меня привлекла тем, что хотя она была дорогая, 510 рублей, если я не ошибаюсь, стоит вот эта упаковка, но здесь вот этот самый шоколад. И его здесь много. Я, конечно, с огромным удовольствием все это хочу скушать. Надеюсь, мне это сейчас понравится. И шоколадки. Апельсин, имбирь, корица и миндаль. Все это, как вы поняли, без сахара. Все это натуральное. 26 февраля, 25 февраля изготовлено. Все свеженькое. Ой, так, давайте, наверное, вот я больше всего хочу попробовать вот это, такая яркая, жизнерадостная упаковка. Вот только говорила, что надо худеть, надо это. Только видишь сладкое, сразу все загорается. Натуральная сладость Кероба. Я прошу прощения, если я что-то произношу неправильно, да, я не знаю, но я думаю, это не убийственно. Можете просто написать в комментариях, как это правильно произносится. Бит сахара и подсластители не вызывают привыкания, не содержат кофеин и глютен. 75 грамм. Мне очень интересно. Ух ты! Вот так вот это все запаковано. И сейчас я это попробую. Ох, я сейчас наемся, я еще не кушала. Весь день снимаю видео. И очень мне маленькую плиточку. Какой аромат потрясающий. Это очень вкусно. Чувствуется имбирь немного. Апельсин насыщенный. Не слишком сладко. Ммм, боже. Я сейчас забуду обо всем, о чем я хочу сказать. Давайте я попробую второй миндаль и продолжу беседу. Ну так вот, на самом деле, знаете, что я еще хотела сказать? Это то же самое, как я недавно задумывалась по поводу психологии бедности. Вот я прям задумалась на этот счет. Я хотела с вами тоже эту тему обсудить на самом деле. где-то страшно, на самом деле. Ммм. А вот этот уже вообще другой. Он немножко с горчинкой. Я не скажу, что я чувствую прям именно миндаль, но он тот, вот тот как будто бы пористый шоколад. А этот, знаете, это как песочное печенье. Вот какие-то такие у меня ассоциации вкусовые. Но тоже вкусно. Составы великолепные. Но, кстати, все равно калорийно. Довольно-таки калорийно. То есть сказать, что это для тех, кто хочет похудеть, наверное, нет. По поводу психологии бедности, вы знаете, я задумалась на тему того, что постоянно, вот постоянно, сколько бы у тебя не было бы возможностей, денег, средств, ты всегда думаешь, что тебе не хватает, тебе мало. Но ты зажимаешься. Вот когда у тебя вообще меньше возможностей, ты как-то, вот я по себе сужу, я все там могла растрынкать, но мне нужно было взять много, но подешевле, потому что много, этого много. Но когда думаешь о том, что лучше купить, у меня не было такого, что я лучше куплю одну вещь, ну там хорошую, суперскую, все дела. Нет, мне нужно окружиться много, много, много. То же самое, вы знаете, было с дешевой косметикой, когда я ее просто скупала. Сейчас я тоже могу накупить, но если я хочу что-то там хорошее, я куплю это люксовое. Но если я понимаю для себя, я даже других девочек-блогеров смотрю, некоторых, и мне всегда так я улыбаюсь, смешно даже в какой-то степени, когда друг другу пишут комментарии или еще что-то, и девчонки говорят, что ну вот я там, она показывает, накупила миллион всяких средств, там общей суммой, допустим, 3000 рублей. И посмотрит у другого блогера, который там показывает одну, какую-нибудь там декоративную косметику, и один этот продукт стоит 3000 рублей. Он пишет, я себе этого позволить не могу, здорово, там с покупочкой, поздравляю, еще что-нибудь. А ты думаешь, не надо покупать 10 штук того, что ты купила, ну это дело каждого человека, ну просто, да, сразу возникает этот момент в голове, а купи одну, но ту, которой ты там мечтаешь, и тебе это будет приносить удовольствие, что это там люкс. Ну, к примеру, то же самое с вещами, с сумками, с обувью, с чем угодно, то есть мы постоянно себя вроде как бы думаешь, ну лучше много, ну лучше пусть будет выбор, а то, что это там все порвется, что это дешево смотрится, еще что-то, как-то порой об этом не думаешь, вот у меня так было, или знаете, когда я думала, ну нет, как я, вот я сейчас на это потрачу, а мне не останется на это. Чем больше ты тратишь денег, вот реально, чем больше ты тратишь, тем больше ты начинаешь зарабатывать, получать, потому что у тебя появляются новые цели, потому что ты постоянно идешь вперед, ты думаешь, так, я хочу в это путешествие, так, к примеру, мне нужно 150 тысяч, и ты сможешь собрать эти деньги, ты придешь к тому, чтобы собрать, хотя для кого-то, да, там кажется, ну это не подъемная сумма, только там на путешествие, а ты себе ставишь цель, или вот я себе говорила, что я себе там куплю ряд каких-то вещей, я думала, ну как же я и там лазерную эпиляцию сделаю, ну вот в прошлом году вспоминаю, думала, и как я эти вещи куплю, и как я фотоаппарат возьму, и как я это, то в итоге ты просто постоянно что-то делаешь, думала там, а как же я в путешествие поеду, но чем больше вот ты тратишь денег, тем больше ты реально их получаешь, в этом году я сама себя ударила по носу, и вспомнила, когда, вы знаете, я опять начала зажиматься, и у меня пропали какие-то возможности, у меня на работе дела стали намного хуже идти, то есть там резко в пять раз заработок упал, да, там еще что-то, ну какие-то вот, к примеру, такие моменты, которыми ты начинаешь думать, это все потому, что ты боишься, ты в какой-то степени боишься, что у тебя чего-то где-то будет меньше, не надо бояться, нужно думать всегда, что все получится, вот сейчас я вложу 100 тысяч, а завтра я получу 200 тысяч, ну я образно, да, говорю, и реально это помогает, нужно больше, вот чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь, и еще, знаете, вот такой момент я заметила, то что вот, сейчас я перекушу что-нибудь еще, я надеюсь, не сильно вас будет раздражать тот момент, что я периодически буду кушать, рассказывать вам заодно о тех средствах, и болтать, ну я могла просто это показать, и все, но мне хотелось как-то совместить, давайте попробуем теперь с вами вот эти штучки, и потом тема, о которой я хочу поговорить, а сейчас она, наверное, мне в голову придет, без вредных добавок, без сахара, мне аж интересно, я честно не ожидала, что они будут такие маленькие, здесь, хочу посмотреть, сколько вообще, не вижу, сколько здесь грамм, шоколад, шоколад, блин, ну мне кажется, здесь грамм 30, вот такая плиточка, здесь уже они побольше, сами именно плиточки, сейчас попробуем, это я взяла, где финиковый пикмес, вот это мне понравилось очень, но пока апельсин выигрывает, вот вы чувствуете, что-то сладенькое, но сложно понять, что, и масло какао, очень явно чувствуется для меня, но вкусно, вот сейчас мне интересно будет сравнить, где виноградный пикмес, ой, как мыло выглядит упаковочка, по ценам, давайте посмотрим, вот эти пикмесы стоят по 125 рублей, а первый шоколад, который я кушала, 180 с апельсином, и миндаль 190, так, так, ох, наемся я сладкого, сегодня, вот этот, где виноградный пикмес, менее сладкий, и не так явно, почему-то чувствую я какао масло, как в прошлом, интересный, но все-таки, да, для меня вот сейчас лидирует, вот этот, так, давайте подумаем, о следующей теме, которую я хотела рассказать, вообще, немножечко рассудить, если говорить про те же финансы, я, кстати, завела себе в октябре прошлого года, на телефон скачала приложение, вот мне интересно, кто-нибудь из вас, моих зрителей, делает это или нет, я себе скачала специальную программу, в которой я веду все свои расходы, доходы, все свои какие-то там пассивные, активные, соответственно, какие-то вложения, ну, то есть, все, вся информация полностью у меня отображается, и, вы знаете, я стала, после, вот, в конце каждого месяца изучать, на что у меня больше всего там было расходов, от чего я больше получила, доходов, там, какой бизнес, или моя работа основная, или там, еще какие-то активы пришли в мою жизнь, и я поняла, я начала анализировать, на какие ненужные, вот, допустим, какие ненужные были абсолютно расходы, чего можно было избежать, на что я много трачу, а на что, наоборот, можно больше потратиться, и мне так понравилось вести эту программу, вот, у меня просто, вот, я из магазина вышла, я на счет положила, я не знаю, не важно, что сделала, я тут же все занесла, во-первых, у меня всегда перед глазами есть четкая цифра, сколько у меня всего денег, всего, да, там, на картах, наличными, везде, и я, мне намного это проще, когда не нужно так, зайти сначала туда, потом туда, потом открыть кошелек, да, я посмотрю, а сколько же лежит дома, ну, как бы, и все, я вот перед глазами вижу, очень-очень мне нравится ввести именно кошелек, я долго подбирала, в итоге купила себе один, была там еще какая-то акция, помню, надо мной смеялись, то, что, типа, хочешь экономить деньги, а сама покупаешь, наоборот, приложение, ну, я довольна осталась, и, как-то, вот, меня это стимулирует, меня это подталкивает все время, мне нравится таким образом, вот, я думаю, притащить йогурт, и попробовать гранулу скушать, может быть, даже так и сделаю, и еще, что я вам хотела рассказать, и по поводу моей работы, к нам выходила девочка работать, она проработала, у меня, это уже анекдот, честное слово, она проработала 4 дня, и сейчас, ну, она пока не ушла, я не знаю, выйдет она в итоге, или не выйдет, но на самом деле, так удивительно, никто, никто не работает, вот, приходит, это место, как заколдованное, уходит, приходит, уходит, день, неделя максимум, просто максимум, скоро мы офисом, кстати, переезжаем, купили собственное помещение, ну, в смысле, мой шеф купил собственное помещение, у нас будет очень классный дизайн, вообще, мне нравится, что в итоге будет, так что, потом вам обязательно тоже покажу, но для меня главное, если честно, не место, куда мы переезжаем, мне это само место не очень нравится, мне неудобно туда добираться, но, тем не менее, что делать, выхода, как говорится, нет, никто меня не спрашивает, пока буду урбичи открывать, урбичи, урбичи, блин, так и забыла опять спросить, надо было, вставала, главное, надо было хоть спросить у мамы, хотела еще на тему того, чтобы говорить, вы знаете, столкнулась с тем, что некоторые мои друзья считают, что путешествие, путешествие, это пустая трата времени и денег, и мне было очень интересно бы услышать ваше мнение, как вы считаете, когда да, нет как бы прям лишних, именно знаете, так с неба упавших денег, но ты думаешь, вот на что бы потратили вы, купили бы себе там вещи, какие-то свои, не знаю, жилищные условия, каким-то образом, подняли там ремонт сделали, еще что-нибудь, ну или на что бы вы потратили бы, допустим, вот собирали бы, откладывали бы деньги, и считаете тоже, что путешествие, это абсолютно пустая трата денег, я так считала, вот я так считала, наверное, буквально, ну, последние года два, я перестала так думать, мне жалко порой тратить деньги на путешествие, но, вы знаете, все больше и больше убеждаюсь, сколько, когда там мы даже в какой-нибудь компании сидим, начинаем вспоминать какие-то путешествия, моменты, веселые, грустные истории, связанные с путешествием, ты понимаешь, что каждая копеечка, которая была у тебя вложена в это путешествие, она того стоила, потому что сколько эмоций, сколько воспоминаний, сколько всего, это просто потрясающе, потрясающе, так, ну, давайте, коль уж мы говорим про что-то потрясающее, хочу попробовать семена конопли, источник магния, витамина В6, вообще, конопля, да, говорят, очень полезная, но, честно говоря, я вообще понятия не имею, в общем, это все выглядит вот так, вот такая черная какая-то масса, ну, и, почем они были, так, конопляны, урбич, 340 рублей, я сейчас думала, буду кривляться, а это вкусно, как будто бы горькие семечки, вот сюда бы чего-нибудь сладенького, и вполне, это было бы ничего, но так как это полезно, то думаю, да, давайте попробуем семена льна, вот от этого я сейчас 100% буду, мне кажется, прям кривляться, семена льна, стоили 190 рублей, это уже, вот такого цвета, детской неожиданности, а вот семена льна, очень вкусные, прям очень вкусные, горечи нет, сладости тоже нет, но какое-то очень приятное послевкусие, не орехов, но липнет, очень сильно на небо липнет, но вот это вкусно, источник омега-3 и омега-6, без сахара и вредных добавок, ну и давайте семена кунжута попробуем, это источник кальция, витамина Айгем, 220 рублей, эта баночка стоит, ой, все разлила, здесь уже такая белая субстанция, это вкусно, в общем, наименее вкусным оказалась конопля, я тут все просто выпачкала, ну вот мне прям, что прям понравилось, понравилось, это семена льна, надеюсь, мне не грязный рот, но семена льна очень сильно липнут к ногу, вот это хочу открыть, еще посмотреть, финиковый пекмес, пекмес, это вываренный до серопообразной массы сок из фруктов, плодов или ягод без сахара и других добавок, укрепляет кости, именно финиковые, иммунную нервную систему, снижает риск сердечных заболеваний и ускоряет процесс обновления клеток в организме, в творог, в каше, в кофе, в чай, ну-ка, мне просто интересно, а, здесь нет дозатора, я сейчас на ложечку немножко капну, мне интересно попробовать, насколько он сладкий, прям сладкий-сладкий, намного слаще, чем сироп агавы, с такой прям, немножко горьковаткой сладкостью, но мне нравится, вкусненько, ну что, пойду возьму йогурт и будем кушать гранолу, сходила, взяла себе еще водички и принесла йогурт, и хотела, как раз шла и думала, о чем я хотела еще вам рассказать, недавно мне написали, сейчас я открою, чтобы сильно не шуметь, вот такая вот гранола, мне очень нравятся все упаковки у Royal Forest, молодцы у них, прям их эмблемочки везде, в сиропе рожкового дерева с кусочками шоколада из кероба, кстати, урбеч, узнала у мамы, правильно говорить урбеч, ух ты, ну здесь реально, слушайте, изюм, шоколад, поэтому и стоит гранолка подороже, сейчас я вот так вот насыплю себе, мне написали в директ, вы знаете, так интересно, я не поняла до сих пор, кто это был, потому что страничка как бы закрыта, вообще какой-то глюк как будто в инстаграме был, ну не знаю, якобы это описала девочка, по поводу того, что, мол, давно тебя смотрю, все дела, и смотрю, что у тебя не складывается никаким образом личная жизнь, могу тебе помочь, там на тебе какой-то сглаз, ну в общем, я подумала, что знаете, это полная чухня, дело в том, что я не могу сказать, что я не верю там в сглазы или в то, что существует вообще какие-то потусторонние силы, что бывает там черная, белая магия, я в это верю во все, вот сказать честно, я в это верю, но я просто понимаю, вы знаете, да, у меня действительно ну там на данный момент долгое время я одна, у меня нет отношений, но у меня их нет не потому, что, ну как бы все вообще, там знаете, никого вокруг нет, никто не обращает внимания, просто я выросла, пора вырасти, мне, я уже стала, я не хочу разбрасываться, я сразу вижу уже насквозь человека, какой человек, что за человек, я не хочу, а бы с кем, чтобы опять, знаете, это была история там на один год, на два года, ну не хочу просто так растрачиваться, мне это стало неинтересно абсолютно, поэтому, да, конечно, сам факт остается фактом, что я одна, что нет какого-то такого прям моего плеча, но мне не хочется, допустим, постоянно кто-то там из бывших, знаете, появляется, ну не хочется никому возвращаться, давайте попробуем, боже, как это вкусно, вообще написано, что не забейте необходимое количество гранолы, молоко, или добавьте одну-две столовые ложки в кашу или йогурт, ну очень вкусно, очень, еще, знаете, все по-разному проходят вот этот этап отношений, кто-то легко переносит, расстались, забылись и все, кто-то долго не может отойти, я вообще отходчивая, все зависит от того, как отношусь, как относилась к человеку, какие были чувства, насколько плюнули или не плюнули в душу, поэтому, ну как бы, здесь все индивидуально, блин, это очень вкусно, я сейчас налью себе больше чая, и я это скушаю, знаете, я решила остановить, потому что мне очень хотелось докушать, девчонки, вот эта гранола, это что-то потрясающее, по поводу, значит, что касается урбеча, урбеч, все-таки урбеч, мама сказала, то, да, конечно, это такая штука на любителя, что касается сиропа, финиковый, это у меня сироп, очень сладенько, вкусненько, и шоколада, вот что мне прям понравилось, это вот этот, это то, что прям вкусно-вкусно, апельсин, имбирь, корица, остальные тоже ничего не могу сказать, без сахара, вкусно, но вот это прям мой вкус, абсолютно, и хотелось бы все-таки узнать, где вы находите стимул, мотивацию, чтобы похудеть, чтобы заниматься, для меня это уже есть честно больная тема, у меня есть и мотивация, и стимул, я даже с мамой недавно поспорила на 20 тысяч, что если я похудею на 5 килограмм до своего отъезда, да, я скоро уезжаю, то она мне даст 20 тысяч, если я проиграю, я ей должна буду дать 20 тысяч, вы знаете, сначала я взялась, думаю, классно, классно, ну и что вы думаете, думаю, ну ладно, маме же нужнее, ну в общем, это конечно все печально, потому что на самом деле я не знаю, как найти в себе силы похудеть, и да, вот кстати, всякие такие вкусняшки, какая-то замена, они помогают, но знаю по себе, то что если у тебя в голове вот ты себя не настроил до конца, ничего не получится, а как себя настроить, я не знаю, это очень-очень сложно, конечно, пишите, пожалуйста, какие видео, темы на какие видео вам были бы интересны, о чем хотите, чтобы я сняла, и обязательно вот это все вы в любом случае увидите в пустых баночках, в инфобоксе я оставила вам все ссылочки, также есть 20% скидка для вас, пожалуйста, заглядывайте, заказывайте, очень большой ассортимент на сайте Royal Forest, всего, чего там только нет, и кофе, и чай, и вкусняшки, и шоколад, и всякие сиропы, тот же сироп Агавы, и масла, обязательно посмотрите, я уверена, что каждый для себя сможет что-то найти, и абсолютно адекватные цены, доставка курьером есть, есть пункты выдачи, пункты выдачи, вернее, курьерскую, я видела доставку, можно забрать, допустим, у нас ДЭК, я сама поехала, забрала с пункта выдачи этой курьерской компании, собственно говоря, наверное, на этом я закончила видео, спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной, не обижайтесь, я надеюсь, я просто знаю, что некоторые не любят такого формата, мол, якобы это обман, название одно, внутри другое, но я стараюсь всегда максимально честно делать, мне хотелось просто разбавить, просто, пробуем вкусняшки, было бы здорово такие видео снимать с кем-то из друзей, допустим, пробуем с подругой что-то, я даже думала, Сэйхиорб может быть такое делать, не знаю даже, как правильно, но я все-таки одна и ночью сейчас ночь, с кем я еще буду такие видео снимать, хотя в планах у меня есть снять видео с подругой, с одной, с другой, напишите, было бы вам это интересно, хотите, спасибо за просмотр, пока-пока!